Наверное, нигде не встретишь столько интересных и удивительных природных объектов, а порой просто загадочных артефактов, как на севере или в малопосещаемых районах нашей страны. Не обошли их стороной и мы в своих путешествиях по полярным территориям. Природа способна создавать неземные чудеса, но есть творения, в природное происхождение которых трудно поверить. Но мы не ученые и не специалисты в этой области науки и не беремся судить, как произошли все эти объекты. Вывод делать вам, наши зрители. Приполярный Урал – самая высокая часть Уральского хребта. Между вершинами Карпинского и Народной, кстати, наивысшими на приполярном Урале, раскинулось плато Руин. Странное плато и странное название. Совершенно ровная огромная площадка, усыпанная скальными обломками. Причем некоторые обломки торчат, как будто огромная сила просто вонзила их в землю. Среди всего этого хаоса обломков возвышаются и довольно крупные мегалиты. Субтитры создавал DimaTorzok «Какие камни интересные». Сейчас находимся на плато Руин. «А здесь больше полосы, что интересно. Есть маленькие полосы и шире полосы». «Смотри, 2 августа». «Правильная форма». «Вода где-то, Саша, что ли, сила?» «Ну, наверное. Но как все это сделано, понимаем, почему не все? Почему какие-то плиты такие?» «Может, какие-то были под ледником?» «И вон там такая плита. Вон там дальше. Может потому и названо, что плата Руин. Мы в других местах такого не находили. Правильно?» «Ну да. Только здесь». Большинство обломков – это плоские, гладкие плиты. Но встречаются и такие странные образования. Для нас загадка происхождения этих рельефов на камнях. В этом же районе, в начале 90-х годов, близ рек Нарада, Кожун и Болбанью, при промывке рассыпного золота были найдены странные предметы – вольфрамовые и молибденовые спиральки. Точные измерения показали, что пропорции спиралей подчиняются правилу золотого сечения. Выплавить и обработать с такой точностью такие металлы мы не можем и сейчас. Вольфрам плавится при температуре свыше 3000 градусов. А возраст найденных артефактов, согласно экспертизе российских и финских ученых, не менее 20 тысяч лет. Гора – правильная пирамида показалась на горизонте. Прям не отличить от египетской. Идем к горе пирамида. В этой же локации, между верховьями рек Нарадна и Кожим, встречаем такую вершину пирамидального вида. Кстати, такие вершины для всего Урала не редкость. Наверное, в этом районе таится еще много загадок. Полярный Урал, еще более удаленный от цивилизации, суровый и безлюдный край. В одном из наших походов случайно наш взор привлек необычный и большой объект, который особенно выделялся на пустынном соседнем плато. Естественно, пройти мимо мы просто не смогли. И вот мы уже рядом с ним. Явно просматривается разрушенный временем и природными стихиями под стамент, на котором подружен классический сейт – священный парящий камень. По мнению многих ученых, в частности, эксперта по древним цивилизациям и кандидата исторических наук Андрея Жукова, это таинственное сооружение творения людей до исторической цивилизации, легендарной прародины человечества Гипербореи. Такие сейты широко распространены в северных широтах, от Карелии до Урала, а как следует из нашего фильма – и намного восточнее. Не правда ли очень похоже? Этот сейт с Карельской Баат Тавары отделяет от сейдополярного Урала более тысячи километров. Плато Путорана – одно из малоизученных и труднодоступных мест не только в России, но и на нашей планете. Бурное вулканическое прошлое Восточной Сибири особенно проявляется на Плато Путорана. Застывшие кристаллические шестигранные базальтовые колонны встречаются тут практически везде. Но в одном месте обращаем внимание на ровную площадку, как будто бы мощеную шестигранными плитами одинакового размера, с торчащими тут и там кубической формы камнями. А вот такой интересный камень мы нашли на плато. Вот такой трехугольный. Пихнуть в круг. Вот по такой мощеной плитами дороги мы идем. И вот опять такой. Такой же камень и стоит. Интересно. А! Конечно, есть масса аргументов в пользу вулканического происхождения этой мостовой. Но есть одна загадка. Над всей этой странной площадкой, как какой-то грозный страж, возвышается, снова сеет. Хибины. Наверное, самый популярный у туристов край. Здесь в одном месте сочетаются горы, озера, леса и тундры. А близость к дорогам и населенным пунктам делают хибины доступными любому путешественнику. В хибинах очень много встречается причудливых скал останцев. Особенно в ущельях и на перевалах. А также в тундрах вдали от туристических троп можно встретить саамские пирамидки сложенных камней. Но есть на Кольском полуострове очень таинственное и загадочное место. Сейдозеро в озерских тундрах. Многие, наверное, читали и слышали об экспедиции академика и оккультиста Александра Барченко в 1922 году. И о его интересных находках, которые были отмечены в дневнике экспедиции. Из всех находок, описанных академиком, сейчас можно видеть только огромный барельеф злого духа Куева. Говорят, что на склонах горы Нинчурт находится множество артефактов техногенного происхождения. Но глубокий снег не дал нам тщательно осмотреть окрестности, но Куева был виден отчетливо. Многие ученые оспаривают искусственное происхождение этого барельефа, указывая на природное происхождение. Якобы лишайники непроизвольно образовали человеческую фигуру. Но возникает вопрос, почему тогда как минимум 100 лет профиль фигуры не меняется? И еще, находясь на сей дозере, мы все время испытывали какую-то тревогу и дискомфорт. Не знаем, может от того, что были там в ноябре, когда этот район не посещается туристами. А может потому, что уже приближалась полярная ночь. Смотрите, какая пещера! Мы не строим никаких гипотез. Мы лишь показали факты существования на северных территориях таких неоднозначных творений. Каких-то без сомнения созданных природой, а некоторых только порождающих сомнения и вопросы их происхождения. Кулак! О! Внутри как будто пустота. Хех, интересно! В завершение приносим извинения за качество съемки. Мы не ставили задачу снять сюжет на эту тему. Цели наших путешествий совсем другие. Снимали для себя и некоторые кадры и фотографии присутствуют в наших фильмах, представленных на канале. Но когда материалов накопилось достаточно, решили поделиться с вами, нашими уважаемыми зрителями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова